На повестке дня профориентация. В администрации Асбеста прошло заседание Межведомственного координационного совета по профессиональной ориентации молодежи, участники «Власть и бизнес». Начальник управления образованием Светлана Валеева рассказала о единой модели профессиональной ориентации. Она называется «Профориентационный минимум» и была внедрена Минпросвещением с 1 сентября текущего года. В рамках реализации всех уровней профминимума с 1 сентября 2023 года во всех общеобразовательных организациях под ведомственным управлением образованием введен курс неурочной деятельности «Россия. Мои горизонты» для всех обучающихся 6-11 классов. Курс неурочной деятельности нацелен на формирование обучающихся готовности к профессиональному самоопределению, ознакомлению их с миром профессии и федеральным региональными рынками труда. Неурочные занятия «Россия. Мои горизонты» проводятся еженедельно по четвергам. В рамках реализации и сопровождения профориентационной работы во всех общеобразовательных организациях под ведомственным управлением образованием из Бестовского городского округа сотрудники, реализующие программу профминимума, прошли специализированное обучение по программе дополнительного профессионального образования, как мы говорим, повышения квалификации, профориентационной направленности в общем объеме 36 академических часов. Занятия в общеобразовательных организациях проводятся учителями истории, общества знания, классными руководителями, советниками по воспитанию, педагогами, психологами, социальными педагогами. Вопрос профориентации в настоящее время актуален как никогда. Городообразующие предприятия признают, проблемы с кадрами есть и решать их необходимо комплексно, в том числе и при помощи профориентации. Участники совещания сошлись на том, что определяться с будущей профессией детям необходимо как можно раньше. Для этого ребятам нужно предоставить все условия. Мы все идем в школы и мы начинаем рассказывать, показывать, приносить эти там наш мерч так называемый, образцы продукции и много сделаем обязательной экскурсии. Ребята на этой неделе, которые были, они первый раз в класс увидели, первый раз в электроос увидели, они просто не знают. А дефицит по этим профессиям машинист-конвейер, электрослесарь, механический персонал, машинист-электровозы, водитель автобуса, водитель Белаза. Я могу бесконечно перечислять, по ним он уже есть и он будет только нарастать. А интерес у них тоже есть, когда они это видят, когда они руками пробуют. Наталья Тихонова обратила внимание на потребность в рабочих специальностях и среднем медицинском персонале. В этой связи глава Асбеста порекомендовала развивать систему наставничества в рамках единой модели профориентации. Мы если и говорим о профориентации, то мы, как правило, ориентируемся на вузы. Мы даже профильные классы открыли совместно с вузами по всем направлениям. А на самом деле потребность у промышленников, у системы здравоохранения на сегодняшний день в специалистах среднего профессионального зрения. Модель очень важная, нужная. Я думаю, что сегодня была возможность ознакомиться. Есть сроки для того, чтобы ее пообсуждать. Я думаю, что мы найдем форму на обсуждение и в условиях производства. И, может быть, здесь уже нам на встречу с нашими учителями приглашать потенциальных наставников. То есть тех людей, которые прямо на производстве, те, которые понимают, да, какие, кто нужны, чтобы уже первая такая стадия знакомства, она была не только руководитель, руководитель. Нам сегодня уже мы понимаем связь. Если слышат друг друга, производственники, учител, то у нас 100% гарантия успеха есть. Участники совещания решили создать рабочую группу по разработке профориентационной модели инженерно-технической направленности. До конца декабря на создание модели будут работать представители образования и промышленных предприятий.